Книга Фазиль – это первая биография Фазиля Искандера, замечательного писателя, очень интересного и по своей судьбе, и, конечно, по своему творчеству. Подумайте сами, человек, который не был русским по национальности, который сын Абхазки и Перса стал замечательным, умеренно русским писателем, писал только по-русски, который читался, читается и, безусловно, будет читаться. Его замечательная вещь «Сандро Ищегема», переведенная на великое множество языков, стала визитной карточкой не просто своей, его страны на Абхазии, но визитной карточкой всей существовавшей тогда империи, всего Советского Союза. Но теперь Советского Союза нет, а, что удивительно, книги-то живут, мы их перечитывали, мы смотрели на то, что много актуального и сейчас. Актуально, потому что речь идет о вечных ценностях. И вот в этой книге мы постарались сделать рассказ о Фазиле нескучным. Мы много документов подняли, мы много беседовали с его женой, с которой они прожили 50 лет Антонины, слава богу, она жива, здорова. Специально для этой книги многие замечательные писатели написали свои небольшие мемуары, ну, например, Юзы Лешковский и Саша Соколов. Эти тексты, они абсолютно эксклюзивны, их можно найти только в этой книге. И мы пытались разобраться, как человек из далекого горного села стал представителем, стал, можно сказать, послом нашей культуры во всем мире. И он был непростым человеком. У него были свои сложности, у него были свои драматические повороты. Вот, обо всем этом написано честно и, я надеюсь, искренне. Ну и, мне кажется, тоже интересно. Интересно, потому что мы беседовали со многими, мы беседовали друг с другом. В этой книге много диалогов. Диалогов нас между собой, авторов, диалогов с людьми, которые хорошо его знали. Евгений Попов, один из авторов, был прекрасно знаком с Эскандером. Они дружили много лет, жили даже в одном доме. И вот эти беседы, которые нигде не узнаешь, которых нигде не узнаешь, которые нигде не услышишь. То есть, абсолютно эксклюзивный материал, тоже вошли частью в эту книгу. В общем, много материалов. Упакован он, как мне кажется, в интересную дискуссионную форму. Мы считаем, что об Эскандере надо помнить. Эскандеры надо читать. Мы уверены, так и будет. И мы рады, если наша книга этому поможет. Продолжение следует...